Что делать тем, кто снимает или у кого несколько объектов недвижимости и по определенным причинам не может выписаться из одного в другое? Новость о наличии казанской прописки, чтобы попасть в детский сад, повергла в шок большинство родителей. Многие из них заранее встали в электронную очередь и даже были в приоритете. Однако после выхода нового постановления о комплектовании детских садов в этом году иногородних граждан буквально подвинули казанцы. Были многочисленные обращения жителей города Казани, казанцев, которые сетовали и жаловались на то, что вот там с Лаишева, Зеленодоска, детки ходят в детский сад, который у меня во дворе. Мы, к сожалению, попасть в детский сад не можем. И они правы. С 1 апреля по 31 мая места получат дети с казанской пропиской. В июне – иногородние граждане. А те, чья очередь уже подошла, дату постановки на получение места в детском саду не потеряют, уверили в управлении образования. Всего в текущем году планируется принять свыше 16 тысяч детей. Проверить свое состояние очереди в детский сад можно через портал госуслуг. Лучше, конечно, в общей очередности. Все-таки бывает, что люди квартиры снимают, живут в разных районах. Мне кажется, все-таки так удобнее. Для людей, наверное, все должны быть равны, да? Да. Наверное, для тех, кто хочет в садик, лучше общая очередность. Вот прописка не сразу у всех бывает в Казанской. В этом году желающих отдать детей в казанские сады оказалось на 2 тысячи меньше, чем в прошлом отметили специалисты. Поэтому уже в апреле в группы раннего возраста будут направлены 2,5 тысячи малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Если, например, в предыдущие годы мы в первую очередь направляли детские сады только детей старше 3 лет, да? А потом на оставшиеся места направляли детей до 3 лет, то в этом году мы имеем уже возможность 2-х леток принимать и в апреле месяце. Но если у нас останутся места, то мы их донаправлять будем еще в июне месяце. Мы пока проблем не видим с местами. Все интересующие вопросы о комплектовании детских садов казанцы смогут задать экспертом. В каждом районе города начали свою работу телефоны горячей линии.